Здравствуйте, ребята! Тема урока «Школьное образование от древности до современности». Сегодня на уроке мы опишем изменения и преемственность в развитии школьного образования в контексте истории человечества, а также проанализируем роль образования в социально-экономическом развитии стран. Глоссарий. Палестра. Частная гимнастическая школа в Древней Греции. Гимнасий. Государственно-учебно-воспитательное заведение для юношей 16-18 лет в греческих городах и на эллинистическом Востоке, получившее наибольшее распространение в V-IV веках до н.э. Академия. Философское учебное заведение в Древней Греции, которое было основано Платоном в 387 году до н.э. Школа. Учебное заведение в переводе с древнегреческого означает «место отдыха» или «досуга». Образование считается одним из основополагающих элементов в жизни человека и общества. Оно представляет собой целенаправленную активность человечества по овладению накопленным социально значимым опытом. Необходимость образования для человеческого существования вытекает из деятельностного отношения к миру. В преобразовании действительности человек должен осмысливать найденные им способы освоения мира, превращать их в опыт, находить способы, как сохранить и передать другим. Образование носит целенаправленный характер, то есть имеет определенную цель. Значение образования состоит не только в том, чтобы обеспечить более эффективное подключение каждого нового поколения к жизни общества. Образование – это условие существования самого общества. Оно включает в себя не только обучение, но и воспитание. Обучение больше связано с освоением знаний, профессиональных умений и навыков, а воспитание направлено на освоение ценностных ориентиров, коммуникативных навыков, превращение их в составную часть личности. В этом заключается духовная функция образования. Таким образом, образование – это процесс и результат целенаправленного формирования, накопления и передачи знаний, ценностных ориентиров, коммуникативных умений и навыков с целью обеспечить эффективное вхождение индивида в общественную жизнь. Образование началось с появления самого общества. В архаических обществах образование начиналось в семье. То есть древнейшие люди, чтобы передать свой опыт или свои знания, рисовали на скалах или на стенах пещер рисунки, сцены охоты и так далее. С появлением первых цивилизаций в IV-III тысячелетии до н.э. образование стало как социальный институт. То есть обучать могли теперь только подготовленные люди. Школа и воспитание в древнейших государствах Ближнего и Дальнего Востока развивались под воздействием различных экономических, культурных, политических, географических факторов. Письмо требовало специального обучения и носило рутинный характер. Обучение здесь было в жестких рамках. И обязательно человек здесь формировался в личной зависимости и выполнял какие-то обязанности. Первые учебные заведения были местом храмов или, допустим, первыми преподавателями были, как обычно, служители культа, жрецы. Религия была носителем идеалов воспитания и обучения. Например, с появлением первых государств в Древнем Египте появились специализированные учреждения для подготовки детей. Первые, например, в Месопотании, в Древнем Увелоне были так называемые древние школы, их называли дома-табличек, эд-дубы. А в Древнем Египте школы назывались дома-писарей. Это было всё в III тысячелетии до н.э. Рассмотрим образование в период античности. Основные направления образования в античный период – обучение яркой и образной речи, обучение истории своих предков, обучение письму, чтению, игре на музыкальных инструментах. А как же сложилось воспитание? Конечная цель воспитания по гомеру – достичь славы, превзойти в доблести своего отца. Воспитательные практики, конечно же, руководствовались становлением идеального человека – умственно, нравственно и физической развитой личности. В античной системе подразделяются такие виды обучения, как спартанское, афинское и римское воспитание. В основе афинского воспитания заложен идеал эстетически развитой личности. То есть афинское воспитание отличается тем, что оно формирует всесторонне развитую личность. Именно и нравственно, и интеллектуально, и физически. То есть обучающийся должен был уметь петь, играть, танцевать. И главное – цель образования, развитие всесторонне развитой личности. Именно обучение начиналось с 7 лет, потому что именно в этот период человек получает основные знания. Обучались только мальчики в возрасте с 7 до 11 лет. Школы были платные, обучались чтению, письму, арифметике, а девочки сидели дома. Их воспитатели были матери, они учились с 7 лет готовить, прясть, шить и так далее. После обычных школ мальчики обучались с 12 до 16 лет в спортивной школе или гипностической школе, которая называлась палестро. На уроках ребята занимались гимнастикой, борьбой, бегом, метанием диска, плаванием, военной подготовкой. И в каждой такой школе в Палестре стояла статуя дискобола, скульптора Мирона. Существовал культ человеческого тела. В Древней Греции считалось, что юноша обязательно должен много знать и иметь прекрасное спортивное тело. Проводились учебные бои, ребята обучали также и хорошим манерам. После окончания палестры можно было обучаться в гимнастиях. Это государственное учреждение для юноши с 16 до 18 лет. Здесь обучали философии, литературе, политике, ораторскому искусству и так далее. Также существовали так называемые академии близ города Афин в местности в честь мифического героя Академа. Существовали такие платоновские академии, где изучали философию, математика, астрономию, естествознание. Ну а основной метод обучения была диалектика. Рассмотрим, в чём же суть спартанского обучения. Спартанское обучение было направлено на воспитание, во-первых, воина, который был предан своему государству. Образование было единым и обязательным для всех. И спартанские школы, в отличие от афинских, были государствами. Они делились на три этапа. Первый этап – от 7 до 15 лет. Здесь обучались дети в специальных отрядах, военных лагерях. Данные лагеря напоминали общежития коммуны, то есть обязательно вдали от родителей. И содержание образования ориентировалось на закалку и физическую выносливость. Второй этап – юноши от 15 до 20 лет. Здесь могли преподавать и рены. Юноши, имеющие гражданские права, могли воспитывать детей младших классов. Обучали навыкам пения, музыки, нравственному и патриотическому воспитанию. Третий этап – возраст от 20 до 30 лет. Здесь и рены продолжали военно-патриотическое образование, и они становились полноправными членами общества. Рассмотрим особенности спартанского воспитания. Во-первых, спортивные упражнения, упражнения в военном искусстве сопровождались также и нравственными беседами. Обучение было коллективным, обязательным для всех, и требовалось безотлагательное выполнение указаний наставника. Обучение в основном основывалось на подражании старшим, полное подчинение учителю, отсутствие у ученика собственного взгляда на мир и на окружающую среду. Обучение в Древнем Риме очень тесно связано с обучением Древней Греции, то есть древнегреческое образование повлияло на римское. Но в Древнем Риме не было общественных школ, школы были частными, платными, и обучаться могли только дети из богатых семей. Рассмотрим особенности древнеримского воспитания. Так называемая грамматическая школа в Древнем Риме была частным учебным учреждением, где учились дети с 12 до 16 лет. Включались такие предметы, как обязательно латынь и греческий язык, основы римского права, грамматика, риторика. В отличие от аналогичных учебных заведений Древней Греции, в Древнем Риме отсутствовали изящные науки. Например, музыка, пение, танцы, спорт на них не уделяли внимания, потому что считалось, нужно поменьше мечтать и побольше действовать. Получение образования использовалось для того, чтобы обеспечить себе удачную военную или политическую карьеру, активное участие в общественной и государственной жизни, стать прекрасным оратором и так далее. А теперь закрепим полученные знания. Соотнесите понятия с их определениями. Проверим себя. Эйрен – юноша, помогавший воспитывать младших подростков, имевший гражданские права. Палестра – частная гимнастическая школа в Древней Греции. Гимнастий – государственное учебно-воспитательное заведение для юношей от 16 до 18 лет в греческих городах и в городах эллинистического востока, получившее наибольшее распространение в V-IV веках до н.э. Академия – философское учебное заведение, основанное Платоном в 387 году до н.э. Подведем итоги урока. Образование – одно из основополагающих элементов в жизни человека. В архаических обществах образование начиналось в семье. С появлением первых государств создаются первые специализированные учреждения для подготовки детей. В древнем мире выделяют древневосточные системы образования – это Египет, Вавилон, Индия и Китай, и более новую древнегреческую – Греция и Рим. На этом наш урок подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok